Девушки отдыхают Лера Подлубная и Поля Уварова Одни из нескольких десятков девочек и мальчиков, которые своим примером доказывают, что рукоделие – это не слово из прошлого. Это один из способов, которым во все времена, а значит и в 21 веке, человек реализует свое стремление к красоте, гармонии и уюту. В этом очень давно занимаюсь, с первого класса ходим. Потом пригодится в жизни, очень нужно шить, вязать. Кому-то дарим на праздники, на Новый год, на 8 марта, на день рождения. А иногда, конечно, в свою комнату ставим, украшаем. Кто-то скажет, зачем тратить время на рукоделие, когда сейчас все можно купить. На это у юных мастериц есть убедительное возражение. Мне больше нравится делать процесс, мне сам нравится. К тому же, по признанию рукодельниц, именно в процессе работы начинает формироваться не только внешность, но и характер будущих поделок. Вот, например, сейчас обе девочки делают традиционную скандинавскую куклу Тильду, но одинаковыми куклы точно не будут, ведь у каждой уже начинает проявляться собственное «я». Может быть, мягкая, добрая, хорошенькая такая. Ну, наверное, умненькая. У меня немножечко, вроде, глупенькая. Почему, научившись за 8 лет так многому, девочки по-прежнему приходят в кружок, а не мастерят дома самостоятельно? На этот вопрос юные рукодельницы отвечают, не задумываясь. Ну, здесь интереснее, общение также. Ну, объясняют, помогают. Мне очень нравится сам преподавать. Ну, она всегда добрая, всегда всем поможет, подскажет. Педагог, о котором с такой любовью и теплотой говорят девочки, Ольга Валерьевна Власова, ведет в Погорельском доме детства и юношества сразу три кружка, открывая сельским ребятам возможности проявить себя в разных направлениях. Например, кружок ассорти объединяет тех, кому интересны современные виды декоративного творчества. А в недавно созданной студии моды «Кутюрье» ребята под руководством своего наставника делают первые шаги в создании одежды. Мы изучаем историю моды с девочками. Даже у нас мальчик есть один, который занимается. Изучаем историю моды, историю костюма, знакомимся. Я разные фильмы, им подборки делаю, мы смотрим, обсуждаем. Ну, для себя они, естественно, что-то выносят, как вот нужно модно одеваться в современном обществе, чтобы идти много со временем. Правда, сейчас идти в этом направлении получается с трудом. Для серьезных занятий шитьем не хватает нужного оборудования. А выиграть грант пока не удалось. Зато давно и успешно работает кружок «Природная кладовая», где Ольга Валерьевна учит своих воспитанников видеть и показывать другим красоту и возможности природных материалов. Видеть в каждом кустике, в каждом листике там прекрасное какое-то что-то. Да, сохранять природу, чтобы я учу их собирать природный материал, допустим, не нанося урон деревьям, природе, что то, что, допустим, лежит на земле, эти же веточки, шишечки, все такое мы собираем. Возможно, вместе с умением видеть красоту в простом и привычном, к детям приходит и любовь к родному краю. Родному селу со странным для непривычного уха названием «Погорелка». Сама Ольга Власова родилась в Шадринске, закончила педагогический институт, поискала себя в большом городе. Но судьба ждала ее именно здесь, в этом селе. Муж, дом, семья. А потом случайно попала в домотворчество, и вот уже 12 лет мне очень нравится. Я поняла, что я нахожусь на своем месте. Мне нравится домотворчество, сама атмосфера, уюта. У нас небольшое такое камерное, скажем так, пространство. И мы тут как одна большая семья. И дети приходят на занятия с удовольствием, и я с удовольствием их всегда жду. С коллегами тоже повезло не забывать подчеркнуть Ольга Валерьевна, рассказывая о своих первых шагах в профессию. Когда я пришла, я ничего не умела. Вот меня коллектив много чему научил, и сподвигли меня на дальнейшее развитие. То есть я постоянно стараюсь совершенствоваться. А еще постоянно участвовать в самых разных творческих конкурсах, используя любые возможности, чтобы показать успехи своих воспитанников. И как это обычно бывает с людьми, нашедшими свое призвание, вслед за ощущением себя на своем месте пришло и признание профессионального сообщества. Не так давно Ольга Власова стала призером областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». Сначала прошла заочный этап, а потом поехала представлять свой Погорельский дом детства и юношества в Курган. Там у нас был этап. Мы показывали мастер-класс и делились своим педагогическим опытом. Я на мастер-классе показывала прием мейкерства на изготовление педагогического молескина. Они не знали, что это такое. Я их заинтриговала, что такое молескин. Это вообще-то записная книжка. Очень давно, еще в 19 веке, была разработана итальянскими мастерами. Назвали они ее молескин по тому, как название ткани. То есть у них обложка была как из ткани под вид кожи. Ну а потом, удивив жюри и коллег знанием 200-летней истории хендмейда, педагог маленького сельского домотворчества научила их, как своими руками, не прибегая к помощи итальянских мастеров, сделать уникальные блокноты, чем окончательно завоевала расположение судей и участников конкурса. Такой же принцип, удивляя обучать, Ольга Власова использует и в своей ежедневной работе с детьми. Я много изучаю разных техник, потому что время-то идет, технологии меняются, и я стараюсь шагать в ногу со временем, изучаю другие техники, воплощаю их в жизнь детей, учу этому. У них глаза горят, когда они что-то своими руками сделали, особенно если родители очень их поощряют. И, к счастью, таких находится немало. В Погорельском доме для детей и юношества занимаются не менее 60 воспитанников. Посменно, конечно, по-другому на этой крошечной территории просто не получится. Еще 60 детей занимаются с педагогами ДДЮ в школе, расположенной в другой части села. Село разделяет на две части – малую и большую Погорелку, железнодорожный переезд, серьезно осложняющий переход детей из одной части села в другую, поэтому педагоги дома детства и юношества сами приходят в школу и ведут кружки. А всего по Шадринскому району, благодаря коллективу этого Погорельского ДДЮ и поддержке школьных учителей-совместителей, в кружках рукоделия занимаются около 800 детей. И все это ради одной главной цели, которую сама Ольга Власова формулирует так. В наш век технологий, интернета, чтобы не потерять эту ниточку ручного труда. По признанию Ольги Валерьевны, она получила эту ниточку из рук своей бабушки, когда та передала ей в наследство ручную швейную машинку, похожую на ту, что стоит сейчас в кружке, где ручным творчеством занимаются десятки сельских детей. А значит, есть надежда, что ниточка ручного труда не потеряется, а будет бережно передаваться следующим поколениям мастеров и мастериц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова